Единственный возможный способ завязывания узла австрический проводник на натянутой веревке. Мы берем веревку, показываю так, чтобы было видно хорошо, складываем. Вот веревка, которая уходит у нас наверх. Вот так. О, веревка, которая у нас уходит наверх. Снизу у нас большая нагрузка. Допустим, мы складываем веревку вот таким вот образом. Здесь получается восьмерка, здесь две веревки в одной руке. Даже если там будет большая нагрузка, мы рукой можем ее удержать. Сейчас девушка не мешала. Можем удержать. Теперь, вот видите, две веревки, входящие и выходящие. Та, что вверх ушла и та, что вниз. У нас находится в одной руке. Мы ее крепко удерживаем. А здесь получается вот такая восьмерочка. Вот она. Еще раз показываю. В маленьком виде. Вот она. Видно. Практически мы делаем эту восьмерку большой. Иначе у нас ничего не получится. Вот такая вот здоровенная. Видите, получилась. Теперь берем вот эту верхушку. Проводим вокруг веревок. Видите, где у меня большой палец? Вот он. Этим большим пальцем захватываем ее. И вытаскиваем через петельку. После этого рывок. И у нас получается вот такая вот петелечка. Такой австрийский проводник. Ничего сложного нет. Главное, смотрите внимательно. Все получится. Обязательно. Складываем. Делаем большую. Не экономим. Пробрасываем. Вот видите, петля. Пробрасываем вокруг веревки. И вот в первую петлю забрасываем большой палец. Вот он. Большой палец. Захватываем веревку. И туда подаем. Потом нам остается только. Затянуть этот узел. С рывком, конечно. Желательно. Вот у нас получилась петелечка. Австрийский проводник. Еще раз покажу. Узел считается более сложным, чем те, которые я показывал раньше. Складываем. Складываем вот так. Раз. В две руки взяли. Потом вокруг веревки. Вот. Большую петлю сделаем. Вокруг веревки. И вот здесь вот у нас образуется сразу же вот петля. Вот она. Вот видите, вот петля образовалась. Вот. Вот эту верхушку. Вот он. Вот верхушку. Надо продеть вот в эту самую вот первую петлю. Вот сюда. После этого затянуть. Показываю потихонечку, чтобы было все-все-все понятно. Вот он затягивается. И вот получается вот такой вот австрийский проводник. Ну, когда руки наработаны, это все делается, конечно, быстро. Закинул. 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 Раз. И первую петлю проделал. Даже не сильно задумываясь, он все равно получится. Он все равно у нас получится. У меня опора не сильно крепкая. Если бы это было дерево мощное, на котором можно рвануть. Потому что уже подразумевается, что веревка под нагрузкой находится. Тогда это получается вообще очень легко. Раз. В первую петельку. Затянул. И остается только. Чтобы она у меня нагрузилась. Грубо говоря, даже если я просто брошу веревку, натянут. У меня петелечка сама образуется. Сам образуется узел австрийский проводник. Спасибо.